Это тема более чем известная. Понимают ли животные человеческий язык, понимают ли человек язык животных. И, с моей стороны, конечно, смелость эту тему затрагивать в присутствии Александра Викторовича Гуры и Ольги Владиславовны Беловой. Поскольку они этим занимались, и, собственно говоря, все свои знания я черпаю из их трудов. И несколько меня оправдывает то, что я собираюсь эту тему раскрывать под знаком мерцающей мифологии. Идеи и термин появились недавно, придуманы были нами с Марией Вячеславовной Завьяловой и в связи с балтийскими темами. Так что это нечто, находящееся инстату на сцене, то, что мы все время пытаемся двинуть в массы, простите. И все никак у нас не получается. Началось это со статьи Завьялова и Розаускаса «Летающие животные и поющие рыбы» или «Круговорот превращений» в поэзии Сигитоса Геды. Геда – современный, очень яркий литовский поэт, близкий к сюрреализму. И его стихи наполнены животными из фантастического бестиария. «Рыбы летают, простите, звери летают, рыбы поют, кузнечик зеленеет от радости, лошадка вырастает в рутовом садике и так далее». Авторы статьи возводят эти образы к литовскому фольклору. То, что кажется таким совершенно произвольным сюрреалистическим приемом, оказывается вполне обычными образами из литовского фольклора. Сами авторы ссылались на статью Михайлова и мою о «Божьей коровке». И там мы соединяли реконструкцию так называемого «Основного мифа о божьей коровке», автором которого является Владимир Николаевич Топоров, и балладу Марцелиуса Мартинайтиса, литовского поэта, «Боруже», «Смерть» некоего персонажа, который называется «Божья коровка». Владимир Николаевич явно Мартинайтиса не знал. Мартинайтис – фольклорист, но совершенно неизвестно, нет, тогда даже и не было этого, по-моему, основного мифа, когда писалось это стихотворение. Это романтическая баллада, посвященная таинственной героине, «Боруже», «Божьей коровке», «Ритуал похорон», «Надежды на воскресенье». Короче говоря, как ни странно, два совершенно разных воплощения можно представить как единый сюжет. Причем, что я хочу подчеркнуть в связи с «Мерцающей мифологией», что и у поэтов, и у исследователей, а здесь такое сочетание кабинетной мифологии и поэзии, речь идет не о трансформации или инсценировке вполне известных сюжетов и мотивов, а именно о некоторых проблесках, определяемых мифопоэтическим сознанием и мифопоэтическим чутьем авторов и основанных на укорененности в этнокультурной модели, модели мира и картине мира, носителем которой они являются и в которую проникают. Как бы они осознанно и неосознанно черпают из этого запаса, попадая в нужные точки. И при том авторы не только берут, но и возвращают. Используя образы, они дополняют, поддерживают досье собственной традиции. Действительно, фольклорные тексты, так сказать, читаются, имеют абсолютную ценность, если доказана их архаичность. И если более или менее признаются локальные варианты, то осовременивание фольклора рассматривается часто как посягательство на его аутентичность. Это и верно, но все-таки до определенной степени. Поскольку формула обычная, это было при наших дедах, а теперь этого нет, или а теперь все по-другому, в большой степени является оберегом и гарантом аутентичности. Фольклор же не может не меняться. И даже вычислимо время, за которое инновации превращаются в архаизмы, и, в свою очередь, начинают описываться той же формулой, это было раньше, а не сейчас. А фольклор все время должен подпитываться живой жизнью. И другое заблуждение, по моему мнению, это противопоставление носителей секуляризованной культурной модели мира носителем архетипической модели мира по мифологическому багажу. Считается, что в секуляризованной модели мира от архетипического слоя остаются рудименты, суеверия, вроде черной кошки, рассыпанной соли и так далее. А опыт поэтов опровергает такого рода разрыв с архетипом. И в таких текстах, в таких случаях мерцает мифология, и как это бывает с мерцающими объектами, она кажется неуловимой, непонятно откуда возникающей, как исчезающей, как появляющей. Вот вам пример из нашей выставки. Герб «Заросай. Косуля-рыба». То есть помесь косуля с рыбьим хвостом. Это новые гербы, и они авторские. И, конечно, ни о каких, очевидно, ни о знакомстве с какими-нибудь специальными мифологическими работами тут речи нет. С Геральдикой, конечно, да. И с мифологией постольку поскольку. Но в первый день у нас был доклад Вячеслава Всеволодовича, в котором мамонт изображался как сочетание лося и рыбы, только вытянутой. А здесь сама форма герба требует вертикального, то есть требует изменить эту фигуру, подчиняя ее композиции герба. Ну вот это такой, как мне кажется, хотелось бы надеяться, что убедительный пример этой мерцающей мифологии. Но не мог, естественно, он знать, автор, рисунка на шаманском бубне. Вообще я не знаю, когда и где этот рисунок у Вячеслава Всеволодовича, который переводил, был опубликован. Ну вот вам, пожалуйста. Вот она мерцает, мифология, и получается такой гибрид. Вот это и оправдывает мое обращение к теме, в которой я специалистом не являюсь. Поэтому я себе позволяю давать несколько примеров абсолютно разных, считая их диагностическими точками. Первый пример – это сказка Вильгельма Гауфа «Калиф Аист». Да, до этого, основную я не сказала, что суть доклада заключается в одной единственной мысли, что животные владеют языком человека, а человек языком животных не владеет. что животные владеют языком человека, так сказать, неизвестно откуда, а человеку нужно совершить определенные манипуляции для того, чтобы понимать язык животных. Причем тут действительно такая разница – понимать и говорить. Говорить вообще не очень актуально, но понимать язык животных. И обычно это происходит, так сказать, для одноразового использования. Узнать судьбу – это то, о чем говорил Федор Борисович Успенский о речах синиц. Синицы говорят, причем когда говорят вот в таких сюжетах синицы и так далее, то по умолчанию они говорят на человеческом языке. они говорят для того, чтобы сообщить некое сведение. Или известный сюжет как наказание злой жены, которая хочет, чтобы муж открыл ей тайну. А животные ему говорят, каким образом этого избежать. Вот это больше ничего, собственно говоря, сверх этого я и не скажу. То есть люди с животными общаются на человеческом языке по умолчанию. А если происходит что-то другое, то об этом, как говорится, надо предупреждать. Значит, Калиф Аист. Гауфа мы знаем по маленькому муку, карлику носу. Калиф Аист – третий, по-моему, по популярности сказка, который состоит в том, что багдадскому калифу очень хотелось узнать, что говорят в лесу, в поле, то есть понимать язык животных. Им вело любопытство. Что интересно, потому что вот в таких легендах Аист превращается из человека, человек наказан за любопытство. Я не знаю, как там в германской традиции специально не смотрела, но, в общем, некое совпадение и есть. Значит, колдовством превращается он с Везером в Аиста. Естественно, запрет не смеяться, тогда они забывают волшебное слово и обречены оставаться Аистами. Естественно, что они смеются. При каких обстоятельствах? Они подслушивают разговор Аистов, а из тихо говорит, что она репетирует свое танцевальное выступление и начинает дрыгать ногами. Очень смешно, то есть, строго говоря, так смешно, что для этого не надо знать, что им просто смешно, каким образом она выламывается. После чего все, они остаются Аистами, но говорят только по-человечески, по умолчанию. Как это выясняется? Значит, в своих странствиях они встречают Савву, которая обращается к ним на чистейшем арабском языке. и говорят, что ей предсказано, что ее расколдуют, когда ей встретится Аист. Но почему же ты с ними не разговариваешь на птичьем-то языке? Не сказано, что это Аист заколдованный. То есть, это не важно совершенно. Дальше уже язык абсолютно не нужен. Ну, все, естественно, кончается хорошо, и они превращаются, возвращают в себе человеческий облик, и, собственно говоря, основное было, что у них был вид птицы, а разговор, так далее, понимание языка, это все остается где-то за текстом. Это первый пример. Это пример литературный, но совершенно ясно он основан на таком, на фольклорном и на привычном нашем ощущении, что с животными мы можем говорить по-человечески, что строго говоря, язык их нам не нужен. Теперь, второй, совершенно другой пример из фольклора. Это балканский фольклор, это знаменитая, единственная в своем роде баллада Меорица, баллада об овечке, баллада, пастушеская баллада. Встречаются три пастуха, два хотят убить третьего, третий узнает об этом, и вместо того, чтобы спасаться или сопротивляться, он готовится к смерти, которую сам он представляет себе как небесная свадьба, то есть свадьба, завершающаяся в небесах, но свадьба с матерью землей. Необновенное количество литературы и миоритическое пространство, миоритца – это овечка, просто по названию баллада, миоритический свадьбы и такие философские вопросы о фатализме в румынском характере, почему он не сопротивляется, почему так поворачивается сюжет. Но сюжет-то никак не поворачивается, потому что ничего этого не происходит на самом деле. На самом деле сюжет – это разговор пастуха с овцой. Каким образом он узнает о грозящей опасности? Овечка блеет, овечка не ест траву, это все естественно. Он ее спрашивает, что с тобой происходит. Тоже естественно, что он спрашивает по-человечески, вполне бытовая сцена. Она ему отвечает, по-человечески хозяин, тебя хотят убить, давай скорее бежать и так далее. То есть она начинает с ним говорить на человеческом языке. Абсолютно никакого удивления у него это не вызывает. Есть очень тонкие две строки, которые нас переводят в другой план. Он говорит ей в ответ ойца барсана, де ешц наздравана, щи де арфиса мор, там что и так далее. То есть овечка, барсанская овечка. И вот это вот де ешц румынский язык это такая партикула, которая по грамматике союз. Наверное 19 значений, когда есть 19 значений, значит нет одного какого-то основного значения. Если, поскольку, даже, раз уж, значит, переводите как хотите. Овечка, раз уж ты волшебный, вот это наздравана, это единственная его реакция на происходящее. И раз уж мне суждено умереть, совершенно такой, логики нет. И дальше идет его монолог овечки, в котором самые частотные два глагола говорить, говорить и сказать, ну, то есть говорить там о спуне, о зиче, то есть ты скажи, как меня похоронить, ты скажи матери, ты это говори, ты это не говори. Меня само удивило то, что на это не обращают внимания, то есть не обращают внимания на то, что в балладе ничего не происходит, а происходит некий сверхъестественный разговор, поручение и очень подробное объяснение, что и как овца должна делать. То есть действительно Ноздревана она, очевидно, не потому, что она говорит, а потому, что она способна выполнить эти сложные поручения. А вот сама речь и их общение это опять-таки то, что называется по умолчанию. это идет как бы само собой. Ну и таких примеров очень много. Меня этот привлек тем, что в научной литературе я не встречала, чтобы на это специально обращали внимание. А это этим то, что в балладе нет действия, конечно, это очень важно для общего толкования. Так, теперь перехожу к постфольклору, то есть к таким интернетным историям и быличкам. Но я не могу себя назвать никак неопытным пользователем интернета или я специально этим не занималась, но то, что попадается. Действительно современные интернетовские былички очень интересны. Во-первых, они жестко сохраняют строй быличек. Быличка, конечно, или фабулат, конечно, очень интересный жанр, где обязательное указание времени, обязательное указание авторства, то есть вот такая эвиденциальность, отсылка к свидетельству, несвидетельству, все точно, и при этом неопределенность сохраняется, неопределенность, так что уж и нельзя понять, это было на самом деле, где тут кончается реальность, начинается волшебство. Естественно, очень много о домашних животных, я касаюсь только домашних животных, и среди домашних животных первое место, конечно, занимают коты. Мифология котов вот в этих, в данном случае, в интернет-боличках, действительно представлена широко. Идет такое очеловечивание котов. С котами можно разговаривать, доверять им тайны, и когда ты с ними разговариваешь, есть чувство, что тебя слышат и понимают, и что ты не разговариваешь с воздухом. На душе становится легче при разговоре с ними, и успокаиваешься. Вот какие у котов волшебные свойства. Ну, теперь разговариваешь, а на каком языке ты разговариваешь с котами? На человеческом языке, причем уже вырабатывается такой специальный прием. Ну, разговаривать ты можешь, ведь разговаривать это не говорить коту. Известно, что животные понимают, там, интуиции или какие-то различают слова, привыкают, а это именно разговаривать в расчете на ответную реакцию или даже на ответ. Ну, когда кот отвечает действиями, это понятно, значит, он, но тут должен быть диалог. Вырабатывается следующий прием. Вот коту нечто говорят. Кот отвечает, глагола говорения нет, он пропускается. Вот я такую моделированную ситуацию, значит, в семье испортился будильник, а надо встать четыре часа утра хозяйке, а хозяину вставать не надо. Хозяйка говорит коту, ну, мы с тобой пропали, только на тебя надежда. В четыре часа утра кот, да, а хозяина только не буди, буди только меня. В четыре часа утра ее будят прикосновением лапки. И кот смотрит на меня. Ну, хозяйка, я правильно поступил, вовремя разбудил. Вот это вот такой очень частый прием. То есть, надо, чтобы мы подразумеваем, что кот отвечает. В общем, это быличка, так что такой диалог действительный в жанр былички не входит. А вот ответ кота обычно вот хозяин, да что ж ты делаешь, да что, а он на меня смотрит, а кот на меня смотрит, кавычки. Ты что ж, не понимаешь, как надо было по-настоящему. то есть, вот так вот этот человеческий разговор инкорпорируется в мифологема кот и человек. Но что же все-таки в быличке не могут быть без того, чтобы говорить о реальном, реальных ответах животных и реальном языке, об изучении языка. Это действительно совершенно особая тема, причем я сейчас не касаюсь действительно изучения там, скажем, языка дельфинов, языка обезьян и так далее. Это былички, ну как бы сказать все-таки былички в журналистском исполнении. Это замечательные такие, то есть там должно присутствовать правдоподобие, должно верифицироваться наукой такими или точными. Ну, например, есть в Индии слоны, которые говорят на хинди, есть, которые на бенгали. Говорят, какой-то ограниченный, но говорят. Но поскольку у них нет резонирующего аппарата, то они засовывают хобот в рот и вот тогда все хорошо получается. вот такие коты, которые произносят какие-то или собаки отдельные слова, вот это очень иногда именно когда хочется еще науку, туда не просто не мифология, вот давайте науку, чтобы уж такое все было по правде, то тогда и идут такие приемы. Теперь, а как человек, он с животными на языке животных? И это тоже есть. Да, кстати, очень интересно, есть действительно животное, оно же птица, попугай, которое действительно разговаривает, но вот в эту мифологему оно не входит, потому что с попугаем не поддерживается диалог, там придумываются истории, когда попугай очень удачно отвечает, причем истории, ну, явно придуманы, простите, такую анекдотическую в стиле еврейского анекдота, когда какому-то режиссеру все неправдоподобно захотелось в Гамлете, чтобы участвовал и попугай, говорящий при этом. Значит, попугай промолчал весь спектакль, но в финальной сцене, когда все уже погибли, он почувствовал важность момента и сказал тетю Сару к телефону. Ну, вы понимаете, это совершенно выдуманная такая история, но характерная. Значит, попугая, попугаем это отказывается. Вот это очень интересно, что разговор действительно должен идти на равных, а не на повторение каких-то выученных формул. И в заключение, у меня минута еще есть, это действительно читать все не буду, но замечательно. В Днепропетровске есть девушка, которая понимает птичий язык. Но с птицами, конечно, это особое звукоподражание, это мы знаем еще и по Багрицкому, трудно дело изучить, птичьим посвятцам с вещей, и подражание птицам известно. Но тут девочка, студентка с необыкновенными способностями, потому что она не просто подражает птицам, она с ними разговаривает, и они ей отвечают. Так она спросила в зоопарке у сокола в клетке, мечтает ли он о воле. А сокол ей сказал, я не знаю, что такое воля. Дальше еще эпизоды об этой девушке. и кончает, ну, конечно, причины, как, ну, конечно, тут и перевоплощение, и так далее, и кем она была в прошедшей жизни. Причем, опять-таки, птичий язык, что значит, все птицы на одном языке разговаривают, это несущественно, вот в этой вот мерцающей мифологии. Синица с соколом на каком языке разговаривают. Все несущественно. Есть человеческий язык, и пусть, пусть меня провернут. И есть язык животных. Так вот, журналист в конце говорит, так, помысленно, действительно, отчего это, отчего у нее вот такой аппарат особый, когда подражает птицам, если не верить этому, то отчего же тогда у нее такая длинная шея? Я бы отметила, от того, что, очевидно, автор в детстве читал на наискую сказку о Елга, знаете, когда превращают девочку за жадность и зависть в птицу, и у нее начинает вытягиваться шея. Вот я на это, это все-таки последний доклад, так что можно и некое развлечение, но тем не менее Хирштей есть человеческий язык, который понимает животные и с животным мы говорим на человеческом языке, совершенно неважно на каком, а язык животных нам, строго говоря, не нужен. Все. Субтитры сделал DimaTorzok